Это все, что осталось от двухэтажного деревянного барака, в котором проживали две семьи. Одна на втором этаже, другая на первом. Примерно здесь располагалась кухня. Тому свидетельство оставленная кастрюля, решетка от плиты. Также, по словам соседей, здесь находились газовые баллоны в неисправном состоянии. Утечка в одном из них и стала причиной взрыва, а затем и серьезного пожара. Огонь распространился в считанные минуты. Пламя перекинулось на соседний дом, уберечь третий и последующий удалось благодаря оперативной работе спасателей. На пожаре работало пять пожарных расчетов. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда, муниципальная служба спасения. Пожар потушили в 15 часов 34 минуты. Предполагаемая причина – неисторожная эксплуатация газового оборудования. На пожаре погибших нет, пострадавший один человек от госпитализации отказался. Ожоги получила пожилая женщина, которая проживала здесь со своим мужем, дочерью и внуками. Все они сейчас находятся у родственников. Она пыталась вынести вещи у нее, сгорело лицо, руки. Сейчас в Краснодаре она поехала в больницу проходить лечение. Мой муж с соседом уже вытаскивали ее туда селком, чтобы ничего не обрушилось, не сгорели. Он тоже пытался с окна вытащить какие-то вещи, выбрасывая детские, какие-то документы пытались найти. Все сгорело. Предотвратить пожар было можно, уверены соседи. Ведь о неисправности газового баллона все знали. Недели две назад, что здесь вон было от газа, спускались, неоднократно супруга моя спускалась, предубеждали и говорили, что есть запах. Она не пореагировала, она наоборот на нас доехала. Это не у нас, а у вас. А потом буквально вчера подъезжает, их не взят. Я не знаю, как его зовут, я его неоднократно здесь просто видел, знаю, что взят. Он привозит два баллона. Один вот такой маленький, второй большой. И он говорит, ну на какой, не знаю, сейчас говорит, что есть уточка. Вот этот кран стоит 500 рублей поменять. Если сильно уточка пойдет, то тогда вот поменяем. Экономия или банальная надежда на авось сыграла свою роль. Результат плачевный. Без жилья остались около 20 человек. Мало того, они не прописаны в бараках, которые принадлежат 44-му тоннель-отряду. А значит, претендовать на муниципальную помощь не могут. Поддержку погорельцам оказывают только родственники и соседи, которые уже боятся пользоваться привозным газом и отапливаются только дровами.